Идолопоклонство Корень всех грехов Это поклонение идолам Так говорил премудрый Соломон Это как бы высшая степень безобразия То есть когда человек Не знает Бога истинного А именем Бога Называет Что-нибудь небожественное То есть того, кто Богом не есть На самом деле и служит этому Небогу То его жизнь тогда превращается в сплошное Оскорбление божества И скверно, неоступно следует за ним Как тень за телом в солнечный день Об этом говорили и христианские Апологеты, и святые отцы И еврейские праведники И священные книги священного писания Где идолопоклонство в нашей жизни есть? Где оно может быть? Но его довольно много на самом деле Оно утаившееся, перепрятавшееся, сменившее личины Но не исчезнувшее Когда мы праздник Князя Владимира празднуем То мы величание поем ему Говорим величаем Святый Равнапостоль, великий княжий Владимир Идолы поправшего Величаем тебя Идолы поправшего И всю землю русскую И святым крещением просветившего Владимир рубил идолы Деревянные, обложенные золотом и серебром Бросал их в воду И они плыли по Днепру Под крики радости христиан И крики Такой ламент Такой под крики Болезненные язычников Но срубить идола деревянного Легче ли каменного повалить Нежели избавиться от идола Находящегося в сердце Помните, как Иезекииль говорит Что если кто-нибудь придет к пророку А у него идолы в сердце у него Внутри То разве может пророк сказать ему правду У нас таким завзятием Например, повалили Ленина Там где-нибудь Там еще кого-нибудь Там Маркса Всяких там этих всех ложных Вождей Посваливали Да и туда им дорога Значит Но внутри-то Идолы все эти остались И народ болеет Этим фальшивым Таким ложным Этими, значит Социалистическими Коммунистическими идеями До сих пор революция у них в голове И все они Хотя, значит Грабить награбленное И там тюрьмы бандитам Такой коммунистический бред Такой, значит Все равно Идолы остались внутри Какие идолы у нас сейчас есть И что нужно бояться Братья и сестры Мне кажется Среди прочего всего Следует гнушаться И презирать По крайней мере Вот следующее явление Мы привязались К восточным календарям Кто нас привязал За ногу, как курицу Значит, или собаку Как собаку за шею На шейне к этим Календарям К восточным Китайским Японским Там каким-то еще Но люди С какой-то такой Одержимостью веселой Покупают Жаб Петухов Крыс Животные Такие-то неблагородные Все-все большей частью Какие-то животные Символизирующие Какие-то Нехорошие черты Ну, крысы Обычно называют Кто крысятничает Кто-то тащит В свою нору Тайком от других Там что-то из общего котла Там жабы Это вообще образ Духов лещих Духов бесовских Которые перед Антихристом Будут соблазнять Всех живущих на земле Там какие-то Или петухи Или обезьяны Такое И люди так Внимательны к этому И так Паткина это И так готовы Помолиться Этому желтому быку Или какой-то там Огненной обезьяне Буквально там Попросить у них У кого денег У кого там успех У кого еще Вот это, дорогие христиане Есть прямое Тупое Правда, такое Тупое Это достойно презрения Такое разбавленное, конечно Такое Но это идолопоклонство Это Идолопоклонство Родившееся от глупости Почему оно, собственно Есть мерзкое такое То есть В идолопоклонстве Есть свои глубины Там в индуизме Какие-нибудь еще там Измах разные Есть такие Головокружительные высоты И такие зияющие бездны Что там можно Всю жизнь это все изучать И можно прельститься этим Но это жить не то Это не прельщение Это от глупости Рождившееся Такое Массово растиражированное Такое С коммерческим присмаком Такое Тупое Типичное Идолопоклонство Вот не должно Это быть у христиан По финшую Вращать свою кровать Значит Куда ее поставить Значит Чтобы энергетические потоки Шли Так или так Значит Такое Или там Целовать там Рубль После удачной продажи Петрушки на базаре Такое Наша жизнь Напичкана этим всем Напичкана буквально И бывает Зайдешь в дом К людям Там освещать Квартиру Или просто Почему-то Войдя к кому-то В жилище И видишь Что у них висят Все на кучу Тут образочек Господа Иисуса Христа А рядом с ним Какой-нибудь амулетик Из Египта Или из Китая Или из Таиланда Или еще из чего-нибудь Люди сейчас путешествуют Бывают в разных странах Веры не имеют Падки до сенсаций И как сороки Тянут всякие сувениры Себе в карманы Накупают всякое дребедение И расставляют это все В своих домах И смотришь на это И видишь Что такой же хлам Как у них на полках стоит Значит Он расставлен на полочках Такой же хлам Людей и в головах Очевидно же И в сердцах Недавно В храме у нас была Беседа с молодыми людьми Меня спросили Такое Вот если бываешь Например на Каких-то Туристических Таких турах И Можно ли зайти Ради интереса В буддийский храм Или в мечеть Спросили Такой вопрос был Так поставлен Ну и что Мы с ними говорили Напишут Очень разные вещи В мечетях Нет идолов В мечетях Как бы вам Это нравилось Не нравилось Молятся истинному Богу Молятся Богу Ну отцу Молятся Богу живому Там Христа Не признают За сына Божия Но там нет Там не кланяются Идолам И жертв Идолам не приносят Там если угодно Поют псалмы Приносят Богу Молитвы покаянные Хвалят его Там Так или иначе Совершается служба Никому-нибудь иному Но Отцу Господа Иисуса Христа В том понимании В котором это доступно Арабскому там Или другому Мусульманскому населению Это очень похоже На ветхозаветное Богослужение Без жертвоприношения А вот уже Буддийский храм Это совершенно другое Там вам предложат Потереть носик Бронзовый Вот этого льва Потереться спинкой Об эту фарфоровую обезьяну Прикоснуться рукой Сидеть в этих капищах Типичное Идолопоклонство Кстати говоря Допустим Кришнаиты Вот Один человек Как великую Такую Мне рассказывал Такое достижение Говорил что Приглашали его Там в свой ашрам Кришнаитский И он там с ними Кушал Общался И потом Спросили Ну как тебе понравилось Он говорит Ну кухня у вас прекрасная А богословь ваш Мне не понравилось Так вот Нельзя Кушать С кришнаитами Конечно апостол Павел Говорит нам о том Что идол в мире Ничто Все что на базаре Продается Безозрения совести Покупайте и ешьте Но это если у вас Дерзновенная вера И если вас Не видят другие люди Потому что Немощный брат твой У которого совесть немощна Он увидит тебя Едущего Идоложертвенная И соблазнится И соблазнится Брату Из-за которого Христос умер Нельзя там Ничего Кушать Есть Потому что Все что естся В этих Религиозных группах Вначале как жертва Приносится этим Ложным богам Все язычники Кстати имеют Довольно тонкие Спиритуалистические чувства Они считают Что пища Как одному миссионеру Негры рассказывали В Африке Что пища Говорит имеет два тела Тело тонкое И тело грубое И вот мы когда Бананы, яблоки, апельсины Какому-то богу приносим То бог съедает Тонкое тело А грубое тело Дает нам Мы потом его едим Понимаете Какие умные язычники Они очень глубоко Мыслят о том Что делают И вот эти все Жертвы Идолам Это есть некое Посвящение Ложным богам Нельзя этого есть Нельзя это покупать Нельзя тащить в свои дома Всякую чушь и нечисть Потому что бытового Идолопоклонства Сколько угодно Безусловно Идолопоклонством Является блуд Как Тихон Задонский Говорил всякий раз Когда христианин На грех согласился Он принес жертву Скверным блудным богиням Или богам И грехом Идолопоклонства Является и гордость Когда человек сам для себя Самый стуканный идол Он сам себя любит так Что все остальное забывает Грехом является Идолопоклонство Сребролюбие Апостол Павел Так прямо это называет Что сребролюбие Есть идолослужение Грехом Подобного рода Является Скажем Чревоугодие О них тоже сказано У них бог Чрево Их слава В сраме Они думают О земном Но это уже более таки Духовные виды И формы Идолопоклонства С которыми нужно воевать Но для войны С которыми Нужна большая степень Веры И воцерковленности А есть бытовая Примитивная И тем более противная Форма Бессослужения Которая распространена На север На запад На юг И на восток Вот это неприятно И когда Владимир С небес смотрит На нашу землю На ту землю Где он идолы попрал И всю землю русскую Святым крещением просветил То сегодня Вероятно Нашему князю И отцу Грустно смотреть На своих детей И внуков Которые Так легко Увлекаются Богами чужими Носят на себе Их амулеты Призывают Их имена Ставят дома Их статуэтки И живут Не по святому календарю Православной церкви А по календарю Восточному Индийскому Буддийскому Китайскому Японскому Знают Кто под каким Зодиаком Знаком родился Значит И вообще Засыпали себе голову Всяким мусором И не замечают этого Вот я бы хотел Чтобы мы об этом Сами тоже подумали И сделали Это надлежащие Очистительные выводы Ангела-хранителя Доброй ночи И до скорой встречи Редактор субтитров А.Семкин